Всем огромный привет! Меня зовут Яна, я рада ведь вас на своем канале. Сегодня будем с вами говорить про новинки косметики, белорусской косметики. Вы же скажете, Яна, совсем недавно выходила такое видео на канале. Да, но мы с вами не говорили про наши с вами любимые бренды Берита, Витекс и Берита М. Поэтому сегодня я исправляюсь. Я для вас подготовила очень много новинок, потому что эти бренды старались как никогда. У них так много запусков, целая линейка у них выходила, поэтому у меня два вот таких пакета, которые можно качать себе руки. Поэтому, как вы понимаете, работы у нас с вами много. Вы присаживайтесь поудобнее, берите в руки свой вкусный чай либо кофе, присаживайтесь. Мы начинаем. Я, как всегда, вам напоминаю, что мне было бы приятно, если бы вы подписались на мой канал. Также внизу инфобоксе и ссылка на мой инстаграм. Жду вас в гости в моем инстаграм. Не забывайте поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, нажать колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео на канале. Также зададите в комментариях, что вы уже попробовали из того, что вышло Берита, Витекс, Берита М в последнее время. Жду вас в комментариях, но мы начинаем. Держим честно, Берита, Берита Витекс, Берита М, как вам удобно им называть, эти бренды, они старались очень сильно. Они еще до Нового года начали запускать какие-то новые линейки, и я выпускала такое видео прямо перед самым Новым годом, но они выпускали, как будто даже 31 декабря они работали. Поэтому работы у нас много, косметики очень много. И в этот раз я хочу отметить, что я очень порадовалась за новые линейки Бериты, и потому что качество, да, качество состава были очень интересные. И они давно уже есть на полках. Я думаю, что кое-что, кто любит эти бренды, вы уже успели попробовать. Но давайте, как всегда. И, как всегда, сделаю небольшой спойлер. Здесь не только будут прямо самые горячие новинки, и то, что я купила для себя впервые попробовать. Что-то мне нужно такое по дому купила повторно, поэтому все сейчас вам буду об этом говорить, рассказывать. Ну что, начинаем? Давайте начнем с чего? Начнем с того, что у меня тут все так в перемешку, потому что все просто не вмещалось в эти пакеты. Бедная девушка в магазине страдала, как мне все это уложить. Давайте начнем с новой линейки для волос. Она у меня прям в разных пакетах. Сейчас, секундочку. Я говорю, это все непросто. Особенно, когда это сейчас все нужно вам показать и рассказать. И когда столько много косметики, я буду сейчас еще немножко шелестеть. Простите меня заранее за это. Так вот, у Бериты вышла целая... Берита, да, действительно, Берита. Вышла целая линейка для волос. Вот такая она яркая. Давайте теперь по порядку. Начнем, как всегда. Наверное, мы начинаем ухаживать нашими волосами с шампунями. Поэтому и начнем. Эта линейка с яблочным уксусом. И тут вам, возможно, завеет такой, знаете, Ивероше. У них тоже есть такая линейка с уксусом по уходу за волосами. Потому что уксус – это тот компонент, который дает блеск волосам. Я еще ничего из этого не пробовала. Что попробовала, то вам расскажу. На самом деле, что не попробовала. Просто вот пока показываю такие новинки. Вышли. Эти все средства недорогие. Стоимость у них немножко больше 5 рублей у всех. То есть очень бюджетно. По крайней мере, я покупала эти два средства. Шампунь, бальзам, кондиционер я покупала в ЦУМе. А вот спрей-блеск, он еще меньше 5 рублей стоил. Поэтому его я покупала уже в самой Белите. Что здесь интересно? Очень красивый фрагмент. Мне очень нравится. Оно такое яблочное, действительно яркое. Такое ощущение, что действительно они хорошенько подумали, что раз уж яблочный уксус, значит, сделаем такую яркую линейку. Что по объему? Шампунь здесь 400 мл. Как всегда, Белита не жалеет продукта. Они кладут всегда много. Здесь ничего удивительного. Бальзам 300 мл. И вот этот спрей уксусный 150 мл. То есть по объему хорошо, по цене хорошо. У Белиты никогда еще не было такой линейки с яблочным уксусом. Я ничего не пробовала. У них был с малином уксусом. И у меня даже есть... Подождите. Да, вот я сказала, что у них не было именно с яблочным уксусом. Но вот, например, с малином у них было. Эта линейка у них была Satin Hair. В последний раз, когда я была в Белите, я не видела этой линейки. Может быть, они ее сняли. Не знаю. Но у меня вот все еще есть такая упаковка вот такого бальзама. Не бальзама, а это спрея для волос. Я не могу сказать, что именно от этого спрея я вижу какой-то сильный результат. Нет. Но, в принципе, Белита существует. Пустаки такие интересные средства для волос. Поэтому я рада попробовать. Очень красивое оформление. Как минимум плюсик они получают за оформление, за бюджетную стоимость и за небольшой, за большой объем сравнительно к цене. Поэтому вот такая интересная линейка для волос вышла. Если хотите что-то пробовать новое, обязательно посмотрите. А теперь давайте делаем перерыв от новинок и перейдем к неновинкам. Но то, что я очень люблю, покупаю не в первый раз. Линейка Intimlact. Это линейка по уходу за интимными зонами. Очень мне нравится. Зачастую, вы видите, в пустых баночках. Я очень люблю эти средства. Купила себе в этот раз новый. Такой вот зелененький. И я уже его попробовала. Принесла его из ванной. Он идет антибактериальная защита. У них есть три формата. Я пробовала уже по вашей рекомендации. И в формате пенки. Классные, но только действительно, что там маленький объем. И вот такой вот в формате геля, который у меня до этого все время показывал. Такой фиолетовый. Он прозрачный, этот беленький, прекрасно очищает. Вау, я еще вообще самое классное ощущение с ним. Поэтому максимально вам рекомендую. Стоит 5 белорусских рублей. Но это того стоит. И еще, покупая не в первый раз, вам рекомендую. Это такие вот у бренда, который называется B&B. Это B&B, по-моему. Это их совместное производство, насколько я понимаю. Хотя написано, что изготовитель Vitex. Ну да ладно. Салфетки Aloe Vera. Обожаю салфетки. Они не слишком такие влажные. То есть с них не сечет ничего. Они большие по объему. Они бюджетно стоят. Всегда покупаю. У меня вот эти две упаковки, одна вот уже у меня в использовании. Поэтому будете уберите Vitex, либо где-то будете видеть в продаже, обязательно попробуйте. И еще есть уберите линейка «Деликатный уход». Я все время оттуда раньше покупала тоже гель для литиногиены. В этот раз я купила пену для бритья. Никогда ее не пробовала. Но сама эта линейка «Деликатный уход» хорошая. Просто когда появилась линейка от Vitex, мне она нравится больше. Так что вот такую пену я купила. Здесь какой-то большущий такой объем. 250 миллилитров. Такая, знаете, матовая, холодная, красивая упаковка. Мне очень понравилась. Опять стоит там до 5 долларов рублей эта вещь. Дальше давайте с вами еще кое-что покажу, что я покупаю не в первый раз. Всегда вам показывают какие-то такие хозяйственные вещи. Все хочу попробовать. Еще у них там и порошки стиральные, какие-то средства по уходу за домом. Поэтому что-то нужно попробовать. Пока это тоже покупаю не в первый раз. Просто раньше покупала всегда это в обычных магазинах в супермаркетах. В линейках есть такая у Belita именно Oil Natural, натуральное масло, крем-мыло для рук с маслами оливы и косточек винограда. Очень классная вещь. Мне нравится упаковка. Я просто даже поменяю вот саму упаковку. Эту именно я поставлю у нас на кухне. У нас она была. Но если вы ждете от этого мыла такую, знаете, очень плотную консистенцию, как от тех, которые не продаются в пакетах, нет. Оно немножко более жидкое. Поэтому его, знаете, кто любит, например, заводить с водой, у меня просто кот прошелся. Все в его шерсти. Так вот, кто любит развозить с водой, у меня мама любит все время мыло развить с водой. Как бы тут ничего с ней не поделаешь. Вот эта цена никогда не разводит, потому что она такая уже сам по себе более жидкая. Ну что, дальше у нас остались только новинки. Давайте пойдем по новинкам. Значит, появилась у Vitex линейка GeoLon Volume. Очень много продуктов в этой линейке. Давайте начнем вот чего. Вот такая вот большая упаковка. Прям очень большая. 470 мл, чтобы вы понимали в этой упаковке. Обычно у них там 400. Ну, там 450 на максимуме, 470 мл. Это увлажнение, восстановление, роскошный шампунь для волос. Последнее, все, что я пробовала, последнее от Vitex именно для волос, мне нравилось. Поэтому я купила. Это целая большущая линейка. Вот начинаем с вами с шампуня. Очень большая упаковка. Честно вам скажу, пока не славите пакеты с покупками из магазинов. Витекс прям устала, откровенно говоря. Что еще в этой линейке у них появилось? То есть, эта линейка, она вышла не только по уходу за волосами, либо за телом. В принципе, линейка там и уход за лицом, и за телом, и за волосами, и так далее. Поэтому очищающий тоник лосьон. С тремя видами глороновой кислоты, золотом и энзимами. Вот такой вот. Да, здесь, правда, в тонике небольшой объем, всего лишь 150 мл. Но эта линейка очень бюджетная. Вот прям как Vitex, он бюджетнее, чем Бритт зачастую. Поэтому так оно и есть. И он небольшой по объему. Хороший состав. Я люблю увлажняющие тоники. Но там, я его пробовала, там мне... Я всегда говорю, что я люблю тоники, тератонеры, которые такой плотной консистенции, почти сыворотка. Здесь обычная водичка, его, то есть, лучше через ватный диск, поэтому... Это не что-то такое революционное, скажем так. Еще и в этой линейке купила я... Средствия для тела тоже купила. Это молочко для тела. Увлажняющее, тающее, тоже с гиалуроновой кислотой. То есть линейка, поскольку называется гиалурон лифт, везде есть гиалуроновая кислота. Различные ее вариации, так скажем. Вот, решила попробовать. Мне немножко не нравится упаковка, что она такая прям простая, пластиковая, даже неплотный пластик. Но, с другой стороны, и как бы стоимость тоже соответствующая, очень бюджетная. Ну, как я уже сказала, эта линейка гиалурон голода вышла не только по уходу за лицом. Не только, вернее, по уходу за телом и за волосами. Появились средства и по уходу за лицом. У меня, я выбрала для себя три средства. Стоимость очень небольшая, поэтому там, конечно, можно развлекаться, сколько душе вашей угодно. И они, опять, линейка разделена на возрастную, так скажем, по возрастным критериям. Но я на это не смотрю, я просто подбираю по компонентам, которые мне нравятся. Давайте начнем вот с чего. Филер, сыворотка против овощей для лица. Гиалуроновая кислота, золото и витамин В5. И, честно говоря, стоимость была какая-то прям очень маленькая. Я так думаю, посмотрю состав. Мне очень понравился здесь состав. Я сейчас пытаюсь найти, где я прочитала состав. Он небольшой, здесь действительно гиалуроновая кислота, вода, сквалан, пантенол. В общем, очень хороший, очень небольшой, красивый, хороший состав. Недорогой, но здесь и объем какой-то тоже очень маленький. 10 миллилитров, чтобы вы понимали. То есть теперь у нас Белитый и Витекс. Они, кстати, у тебя часто так делают, что если у них что-то получается классное, но они хотят держать эту ценовую планку недорогую, они очень сильно уменьшают объемы. И вот эта вещь прям очень маленькая. У меня здесь еще из, скажу, из магазина от Сум. Вот эта вот наклейка большущая. Ну, в общем, чтобы вы понимали, вот такая вот маленькая-маленькая вещь. Буду пробовать. Мне стало очень интересно попробовать. Не сказала бы, что у меня есть какие-то там морщины, на чем это можно будет сильно заметить. Но, в общем, если завечу какой-то эффект, уход, обязательно вам расскажу. Ну, если не замечу, то тоже. Дальше. Крем лифтинг против морщин 60+. Опять же, я не смотрю на эти 60+. Мне понравилось, что идут с пептидами. Я в последнее время пептиды. Это прям то, что я люблю. Пробиотики, пептиды. Это очень классно действует. Опять галуроновая кислота. Хорошее будет увлажнение. Я в этом уверена. Состав мне тоже, в принципе, понравился. 45 мл. Чтобы вы понимали, это линейка по уходу за лицом от Vitex. Там цены буквально до 10 бюроцких рублей. Что обычно у Vitex там цены будут больше 10. То есть, если крем покупаете какой-то бритовский, он будет стоить там 15-17, а может быть и 20. Здесь же, видите, они выдерживают планку до 10 бюроцких рублей. И еще я купила такую эксклюзивную лифтинг-сыворотку с золотыми нитями. Посмотрите, действительно, с такими как будто ниточками золотыми. Очень красивая. Но, правда, это уже пластик. И объем здесь немаленький. Объем 30 мл, как у обычной сыворотки. Тоже идет с горной кислотой, золотом и с муцином улитки. Здесь я немножко так на себя нажала, потому что я не люблю муцину улитки. Улитки, он нам неплохо действует. Он какой-то липкий, он какой-то такой... Никакой, я бы сказала. Поэтому я зачастую избегаю его. Но здесь я решила попробовать. Может быть, мне понравится. Тем более, в последнее время я просто как-то подсела на муцину улитки. Дальше мне в подарок дали вот такие две штучки. Это лосьоны для обработки рук. И если вам будут давать их в магазине Белита, будьте осторожны. Они у них протекают. Честно вам скажу. Просто вам показываю для того, чтобы сказать, что просто будьте осторожны. У меня в пакете, конечно, уже как будто ледовое побои еще произошло. Дальше. В предыдущем своем видео про новинки Белита и Витекс я вам говорила, что у них появилась линейка Белита премиум. И в этот раз, я думаю, так. Нужно посмотреть, что у них там еще есть классного. Я купила крем Тин для лица с тональным эффектом. Коррекция морщины тона. СПФ 20 тон универсальный. И обычно, когда у Белита выходит какая-то линейка, где есть какой-то тинтый, тональный крем, BBC, CDD и так далее крем, он очень легенький. Первое, мне здесь понравилась очень упаковка, на самом деле. Первое, что меня заблекло. 37 литров. Она такая приятная. Но очень приятно это объяснить. И, в общем, когда я ее протестировала, знаете, здесь не прям такой тональный крем. Он легенький. Он как будто вот тональный крем, знаете, для кого-то, кто для более возрастной кожи. Ну, это понятно. Линейка называется Белита премиум, минус 12 лет. Но здесь хорошее перекрытие. То есть вот для таких легких кремов это хорошее перекрытие. И оно действительно очень так красиво как-то выравнивает кожу, делает эффекта маски. Мне прям очень понравилось. Я, знаете, собираюсь вообще этим тональным средством пользоваться для себя на каждый день. Потому что эффект очень красивый. Я собираюсь сделать собиралку на белорусских продуктах, да, то есть чтобы покрасить какими-то новинками белорусскими. И вот хочу с вами протестировать, потому что эффект очень красивый. Он не в матовый, он не такой, знаете, не прям слишком блестящий эффект. Но действительно очень красивый такой вот эффект. Хорошие бывают такие дорогие средства, которые дают такой эффект на возрастную кожу. И вот он прям очень, мне кажется, подойдёт. Плюс здесь есть SPF 20. Немало, так скажем. Ну, немного, конечно. Ну, хороший такой средничок в плане SPF. Но выглядит очень красиво. Мне очень нравится, что я нанесла на руку свою, затонировала её. И мне прям очень нравится. Поэтому присмотритесь, если что-то ищете такой, как крем-тинт, лёгкое для возрастной кожи, такое прям увлажняющее, ну, как бы с цинальным эффектом. Ну, в общем, очень интересная вещь. Ещё ни у кого не слышно, чтобы кто-то про неё говорил. Но мне прям она вот очень зашла. Я в магазине вот как попробовала протестировать. Я думаю, так, я пойду, похожу по магазину, подумаю, нужен ли он мне. Потому что, ну, когда полнотный аликсист, они имеют средства, как бы... Они имеют такое свойство, как заканчивается срок годности. Но вот эта вещь выглядит очень красиво. Попробую ещё свою маму его протестировать. Потому что, мне кажется, на неё кожа это будет даже лучше выглядеть, чем, например, на моей. Дальше новинка для себя, честно говоря. Потому что я пропустила этот момент, когда у Белиты М вышла эта линейка. Но линейка классная по составу. Я так поразбиралась, постояла в магазине. Купила два средства. Понравится, пойду ещё что-то куплю. Это линейка Бао Бьюти. Это линейка с пептидами и маслом Бао Бао. Я люблю пептиды, пробиотики. Я уже про это говорила. И, в общем, у них там, в принципе, линейка, она вообще не бюджетная. Там некоторые такие средства доходят до такой же нормальной стоимости. Можно купить как бы проф некоторую такую стоимость. Но я решила, что всё, я попробую. Может быть, действительно, очень классная линейка. Я вам про неё не рассказывала, скажем так. Поэтому что я купила? Я купила укрепляющую маску для всех типов волос. Мне, кстати, я опять же говорю, мне подходят средства. Что от Белиты, что от Витекс, что от Белиты М для волос. Я никогда не жалуюсь. Поэтому я спокойно потратила немножко больше денег, чем обычно, на средства для волос от Белиты и её купила. И вторую такую интересную вещь. Спрей термозащита для ослабленных, повреждённых волос. Причём он идёт с экстрактом мангом, экстрактом персика. Такой вот в тёмной почему-то он упаковке. Ну, при упаковке, на самом деле, очень красиво. Действительно, такой, знаете, эффект Бао Баба создаётся какой-то, да? Бао Бьюти. Интересное название, интересная линейка. Почему-то про неё никто не говорит. Может быть, она, конечно, просто не очень по качеству. Но я попробую. У меня как раз-таки сейчас волосы стали какие-то более такие повреждённые. Немножко любят спутываться. Поэтому есть на чём, так скажем, проверить и сказать, стоит ли оно того. Дальше. Опять же, у Белиты М. Если вы будете покупать Белиту М, вы не удивляйтесь тому, что там цены повыше. Там, правда, цены повыше. И у нас в Беларуси в магазинах, и в интернет-магазинах я сейчас смотрю, и они повыше. Поэтому не удивляйтесь. Так вот, у них есть линейка K-White. Это у них такая линейка. Она очень похожа по своей презентации, скажем так, как линейке на какую-то корейскую косметику. Она идёт с различными там циклами, например, с какими-то кислотами. Она идёт, в общем, похожа на действительно такую корейскую линейку. В общем, у них есть вот такая вот увлажняющая сыворотка, эликсир. Я покупала, у меня есть маска для этой линейки, хорошая, кстати, маска, такая для депигментации. У меня, кстати, была такая небольшая пигментация после высыпания. Всё прошло, не знаю, заслуга Белит М, не заслуга Белит М, но прошло. Так вот, и я что-то опять перебирала в магазине всё, что у них есть, и обнаружила у них такую вот большущую банку, чтобы вы понимали, 120 грамм. Вот этой вот увлажняющей сыворотки, эликсир для лица. Обещают нам депигментацию и осветление. Face Mysterizing Serum, то есть действительно увлажняющая сыворотка. Смотрим на состав и удивляемся. Вода. На втором месте у нас неоцинамид. Дальше различные экстракты. Туринексамик оксид. То есть сейчас кто увлекается различными компонентами, читает, да, сейчас шаткая мода на этот туринексамик оксид. Действительно очень интересный компонент. И я покупала недавно, что-то заказывала с Call Beauty с этим туринексамик оксид. И там цена, конечно, гораздо такая повыше. Новый компонент, такой, знаете, сейчас прямо вот на волне популярности. Поэтому вот такая большущая упаковка этой сыворотки. Я её поставлю прямо сейчас на своём столике, где я обычно наношу уход, потому что мне очень интересно её попробовать. Небюджетно она стоит. Имейте в виду, там, порядка, наверное, рублей 15, наверное, она стоит. Ну, небюджетно, то есть в плане белит и витекс небюджетно. И я человек, который за SPF, поэтому если вы не пользуетесь SPF, то вы делаете это зря. Старайтесь вводить это в свою такую рутину, привлекайте к SPF. У нас всё плохо с защитой от солнца, у нас люди этим не занимаются, к сожалению. Но это очень влияет на кожу, на её старение. Поэтому защищайте себя. И вот у Белиты вышла классная линейка Пилхоум, и они молодцы. Я хочу их похворить с тем, что они выпустили просто линейку, большущую линейку различнейших. Там и сыворотки есть, там есть и пилинги, и более пилинги сложные, и лёгкие, и для сухой кожи, и для жирной кожи. Различные направленности пилинги. И сыворотку они выпустили, молодцы. И они тут добавили вот такой вот крем-экран для лица и шеи. SPF 30 маловато, да? Нужно SPF 50. Если вы выпускаете линейку, которая будет делать отшелушивание, да, химическое отшелушивание, SPF 50 вам нужно. Особенно если вы только издавали какой-то пилинг, даже домашний. Выходите за следующий день из дома с SPF 50. Будьте просто уверены в защите максимально. Я купила себе SPF 30. Здесь небольшой объём, 30 мл. Я попробую, расскажу вам. Я ищу хорошие белорусские SPF'ы. Я просто хочу про это рассказывать. Хочу вам говорить, насколько это важно, пользоваться вот SPF'ами. Потому что никто не позаботится о вашей коже, как вы. И если вы делаете отшелушивание, вы молодцы. Я тоже этим занимаюсь. Это действительно очень сильно помогает вашей коже выглядеть хорошо. Но не забывайте об её защите. Поэтому купила вот такой вот SPF. Стоит бюджетно, там буквально 5 белорусских рублей. Я уверена, что я его вымажу на себе, потому что я обожаю на себе вымазывать все SPF, которые есть у меня в доме. Вот. Поэтому тоже покупайте. Если борется с пилингами, даже сейчас, даже когда у нас пасмурная погода, когда нету солнца, когда дождь, снег горят, не знаю, не важно. Покупайте SPF, если вы любители особенно пилингов. Ну что, и у нас осталось совсем чуть-чуть. Как-то мне казалось, что у меня так много различного ухода, косметики. А тут как-то всё очень быстро. Что ещё? Я решила пробовать тушь от Vitex. Их Volume & Length Mascara. Не берет одни Vitex в последнее время, что не выпускает ничего декоративного. Мне стало скучно. Поэтому я решила пробовать вот такую вот тушь. У Vitex очень хорошая тушь. Мне кажется, они в этом плане недооценены. Потому что они у нас мало где представлены. Тушь обалденная. Вот такая классная силиконовая щёточка. Я обожаю такую форму щёточки. Эта щёточка мне очень похожа на щёточку в моей любимой туши от Maybelline Lash Sensational. Только она не выкнутая. Но, в общем, сама идея мне очень нравится. И, кстати, если вы ходите зачастую в Vitex, и там именно есть этот корнер, угол стента с декоративной косметикой Vitex, тушь у них действительно восхитительная. Стоит бюджетно. Там их тушь можно купить за тысячу чем-то рубля. Представляете? Поэтому обращайте ваше внимание. Силиконовая кисточка. Я могу рекомендовать там многие. Вот эту ещё пока я просто не пробовала. Ещё у Berita M вышли вот такие патчи коллагена для баллонаты губ. У нас, в принципе, в белорусских брендах не было таких патчей. То есть, когда вы целым патчем зарегулируете себе губы, ну и ждёте этого красивого эффекта. Кажется, что это какое-то такое баловство, но когда иногда у вас губы шелушатся, либо когда ваши губы сохнут, когда вам хочется такого красивого вида губ, но вы не любите, например, ночные маски делать на губы, попробуйте такую вещь, что это недорого. Вот именно у Berita M вышла вот такая милая линейка. К сожалению, если считать то, что такой патч стоит, один патч, и он стоит 2,65, написанное для подростков, но можете все пользоваться ими. Так вот, 2,65, но это всего лишь на одно применение, по сути, не так уж и бюджетно. И мне дали пару пробочков, что я хочу попробовать. Мне дали линейку Sousuhod крем универсальный для детей и взрослых с пантенолом. Вот эту я у них еще не пробовала, что-то у них такое, я пробовала у них, по-моему, ход за волосами, но крем не пробовала. Детский шампунь мне дали, не знаю, попробуй. И вот эту вот маску мне дали, маска восстановления после использования различных типов защитных масок. У меня есть эта маска, я пробовала эту маску, от какого-то эффекта вау, либо от какого-то такого эффекта необычного, чего я не замечала от других масок, я, к сожалению, от нее не заметила. Но попробую еще раз, может быть, что-то мое мнение поменяется. Ну что, вот такие новинки были у брендов Белита, Витекс, Белита М. Я рада, что я сделала для вас такое видео, потому что я стараюсь каждый месяц делать такое видео про новинки. Вы любите эти бренды, они доступные, они классные, они радуют нас большим количеством новинок. Не все, конечно, зачастую бывают классные, но зачастую это действительно хорошие вещи, которые можно купить за адекватные деньги. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, если такие видео выходят каждый месяц. Также я всегда вас радую и на Виккенбергской косметике, какими-то фаворитами, подборками. В общем, обязательно подписывайтесь, оставайтесь со мной. Мы с вами скоро снова увидимся. Я всех вас люблю. Всем пока!